Суперкниги Суперкниги Пантерка, ты чего? В прятки играешь? Ой, ага, в прятки. Она спряталась, а я ее ищу. Кого? Никого, а что? Я потеряла любимую бандану флешки. Синюю? Наконец. Ну не переживай, ты так сразу, пантерка. А вдруг пронесет? Нет. Давай вместе поищем. Всем привет. Лада, ты чего под столом? Ты потеряла что-то? Нет. Понимаешь... Ну что, опять тебя спасать надо? Ага. Это почти детективная история произошла вчера в нашем классе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все молчали. И я тоже. Хотя я точно знала, кто это сделал. Потому что видела его своими глазами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Оля, а ты что тут делаешь? Я? Книжку забыла, а ты что тут делаешь? Я? Ничего, извини, я тороплюсь. Конечно, виновник не признался, и Людмила Васильевна решила. Прогулка на теплоходе отменяется, пока не найдется виновник. Виновник И обезвредить. Да я с ним грыжеть не буду, я с ним разговаривать не буду. Спасатели, помогите, подскажите, что мне делать? Выдать виновника учительнице или промолчать? Подскажите, срочно! Нет, ну что тут думать? Столько невинных жертв из-за одного лентяя, ну или лентяйки. В общем, мне уже руки чешутся оказать кое-кому первую скорую помощь. Так, а где моя боевая синяя бандана? Не стоит так горячиться, флешечка. Давай для начала поговорим с учительницей. Может она... Да, может быть учительница разрешит приписать контрольные работы и снова выставит оценки. Нет. Ну хорошо, тогда давайте подарим учительнице подарок. Задобрим, так сказать. Да... да... да ты знаешь, как это называется? Это называется «Покуп должностного леса». Нет, это не наши методы. Верно. Есть другой путь, и мы его найдем. Давайте узнаем мнение нашей аудитории. Как бы на месте Оли поступили другие дети? Как бы вы поступили в такой ситуации? Не знаю. Объясню ситуацию, что класс не виноват. Наверное. Ну да, напряг бы с класса друзей, чтобы сказали. Подошла бы к учительнице и рассказала. Ну ничего, я бы ничего не стал бы. Мне главное узнать, кто это был. Кто должен понести ответственность? Вообще должен тот, кто рисовал. Ответственность должны нести все. Я считаю, чтобы он только был наказан, а не весь класс. И сам не поехал бы на экскурсию. За ним должна была смотреть учительница. Нет, я думаю, что виноват этот мальчик. Не, ну, конечно. Если виноват, отвечай. Ведь как-то нехорошо и некрасиво других подставлять. Выходит, Оле нужно все рассказать учителю. То есть выдать виновника. Выходит так. О, а вот и наша Оля торопит нас с ответом. Потому что... Что? 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 Потому что этот любитель рисовать все же в тетрадках не просто виновник. Ну? Он, Олин, лучший друг. Вы что? Не понимаете, в чем конфликт? Оле нужно выдать собственного друга. Выдать друга? Нет. Это как-то не по-спасательски. А может, есть другой выход? А, действительно. Давайте поищем запасной выход. Вариант. Согласна. Я даже знаю где. В суперкниге. Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос. Если друг ошибся, что делать? Вопрос принят. Получите ответ. Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Лучшая поддержка – это помощь осознать ошибку и исправить ее. Поэтому не судите друзей за ошибки. Дайте им шанс получить прощение. Привет, друзья! С вами снова я, робот Робик. И лучшая история удивительной суперкниги. Эту притчу рассказал Иисус своим ученикам. Внимание! Приготовились! Поехали! Герой притчи – человек, который должен был кучу денег. И не кому-нибудь, а самому царю. Лучше бы не убили меня. Царь вызвал к себе этого человека, сурово на него взглянул и строго сказал. Если ты не платежеспособен, я требую, чтобы ты продал все свое имущество и расплатился со мной. Упал должник в ноги царю. Стал плакать. Я никак не могу заплатить вам прямо сейчас. Дайте отсрочку, пожалуйста. Но! Царь решил не ждать. Он решил... Фух, волнительный момент, друзья. Он решил простить этому человеку его долг. Ура! О, Ваше Величество, огромное вам спасибо! Спасибо! Бедняга чуть в обморок не хлопнулся от радости. Это ж какая гора с плеч упала! Вы думаете, друзья, этот счастливчик побежал домой со всех ног? Нет, ошибаетесь. Он нашел одного из своих товарищей, который задолжал ему совсем немного. И велел вернуть деньги немедленно. Но друг был настолько беден, что не мог вернуть даже этой мелочи. Потерпи еще, я обязательно заплачу. Не пойдет! Тут герой нашего рассказа так разозлился, что, недолго думая, отправил друга в тюрьму. Пока я не получу деньги, ты будешь сидеть в тюрьме, ясно? Потерпите, я заплачу. Я все сказал. Он ему долго не простил. Да-да, друзья. Этот человек получил прощение, но сам прощать не хотел. Каким подлецом он стал? Да у него нет сердца. Надо рассказать царю о его поведении. Узнав об этом, царь велел схватить его и заставил выплатить весь долг без остатка. Кому хоть раз была оказана милость, и сам должен быть милостивым. Так что, мальчишки, девчонки, не спешите осуждать друзей за их проступки. На их месте могли оказаться и вы сами. Лучше будьте милостивыми. Прощайте, как прощает Бог. О, вот такой совет по мне. Мне, например, всегда было легче прости друга, чем казнить. Кстати, снимай синюю бандану. Флэшечка, Пантера хочет тебе кое-что сказать. Нет, нет, не хочет. Хочет. Ну? Кажется, я знаю, где твоя бандана. О, ну-ну. Кажется, я ее потеряла. Прости. Фу ты, а я уж думала, и это все. Не переживай, Пантерка, мне эта бандана никогда не нравилась. Давайте лучше скорее напишем ответ Оле. Она вот, думаю, переживает сказать и сказать. И виновника, я думаю, тоже нелегко. Ой, как нелегко. Не переживайте, скоро им всем станет легче. Супер-гнига всегда дает правильный выход из любой ситуации. Ну, что делать будешь? Не знаю, как сказать. У меня есть идея. Согласен? Да, согласен. Мы все разные, очень разные, но ошибаемся, иногда одинаково. Если друг здоров, не казни его. Милосердный будь, руку протяни. Ведь не знаешь, где вдруг споткнешься ты. Шанс на прощенье не отнимай, не суди за ошибки друзей. Но проступки ты любовью покрывай, будет жизнь светлей. Мы все разные, очень разные, но признаваться боимся одинаково. Не знаю, как сказать. Ну, как сказать. Я не знаю, 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 как сказать. Но проступки ты любовью покрывай, будет жизнь светлей. Флешечка, я так рада, что ты меня простила. Потому что я так распереживалась из-за этой банданы, что аж проголодалась. Так, где здесь мои яблочки? Ой. Пантера, пантера, в следующий раз мы попросим о суперкниге. Как уложить память? Знаете, друзья, мы все иногда ошибаемся и все нуждаемся в понимании прощения. Поэтому нам так нужна помощь Бога. Попросим Его вместе. Дорогой Господь, научи нас прощать других за ошибки. Помоги нам быть милосердными и прощать так, как прощаешь ты. Аминь. Девчонки и мальчишки, пишите и звоните нам в любое время. Мы ответим на ваши вопросы в наших передачах. А еще заходите на наш сайт. Там вы сможете найти любые серии клуба суперкниги. И напишите нам о себе и о своих друзьях. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. До встречи. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Мы чудесное время проведем. Клуба суперкниги!